а значит сегодня с вами за компания актуальной новости проекта из шаржи вот и мои личные впечатления которые я возможно не все передал в прошлый раз вот сегодня опять постараюсь вам поделиться с ними и и передать вам свои эмоции еще раз сейчас пока делал этот репортаж вот пока это делал презентацию тоже много вспомнил и конечно же зарядился скажу так вот меня зовут олег тарасов я инвестор 2016 года партнер 2019 мастера региональный спикер республики беларусь комьюнити менеджер skyward комьюнити благодарю за ваши восхитительные знаки ваши ответы ну что двигаемся да действительно вот эта философия которая в каждый раз я вам ее произношу она действительно как никогда актуально в наше время поэтому транспорт как был так остается проблемой до проблемным источником и данный транспорт транспорт юницкого струнный транспорт юницкого может быть решением и должен быть решением широкого круга нынешних проблем вот наш транспорт он безопасен доступен адаптивен экологичен и энергоэффективен и в очередной раз я в этом убедился когда мы были в мариной горке да вот все это мы видели был ли прямой репортаж я сейчас хочу выложить это тоже в youtube чтобы люди могли заходить и видеть опять-таки сделаю такой канал да вам сообщу дополнительно вот но как вы помните как просто раз иглы буквально пять через пять-шесть часов вот и мы оказались совершенно в другой реалии да просто до сих пор не по не при не прихожу в себя потому что не могу прийти в себя потому что вот она жара вот она 25-28 градусов солнце ты ходишь в кепке ходишь темных очках вот и тут вот выглядываешь сейчас в окно и думаешь был ли ты там вообще или не был да происходит да вот такой вот вид из окна вот такой лобби в отеле все замечательно все красиво вот встреча с сестрой встреча с друзьями из киргизии также леонид там эльмер вот это очень здорово мы уже скажем так не первый раз видимся поэтому эти встречи всегда очень радостные обмен подарками обмен мнениями впечатлениями вот конечно же вам прогулка по дубаю в центре попить кофе за 20 долларов чашечка кофе да вот но бывают такие вещи когда ты можешь себя порадовать хотя конечно за 20 долларов можно эти хороший ресторанчик где можно досыта покушать но так получилось в общем то о чем я не жалею и мы супруга были тоже получили удовольствие вот сидели на солнышке хотя все сидели в тени мы вот прям вот соскучились по солнышку поэтому сидели на солнышке пили кофе любовались прекрасным видом вот но самое главное что действительно вот это была поездка нам передали опять-таки много видеоматериала много фото материала что-то я начинаю выставлять в своем инстаграм мы я говорю вот думаю о том чтобы выставить это все в youtube чтобы с вами поделиться вот и конечно же сегодняшние фото такой репортаж который где-то с видео я взял где-то фото есть вот я вам опять попробует все это рассказать и передать почему я так говорю что я все-таки хочу что настроить вас что планируется все-таки не объявлены еще не даты не условия но планируется экофест именно в шаржа поэтому я вас призываю конечно побывать там потому что все-таки можно найти и отель подешевле и огурю можно и покушать в принципе сытно есть маленькие ресторанчики такие вот местные за 20 долларов можно кушать до сота а так есть такие же гипермаркеты где можно в общем то купить и соки те же какие-то там скажем так булочки колбасы сыры вот и ну не говоря о том что это не значит что вы должны иметь там 100 долларов на еду нет можно все это обойтись и есть даже ну в отелях недорогих трех трех звездочных двузвездочных тоже эти завтраки там шведские столы и так далее все то есть я все-таки призываю вас о том что надо быть там к где вы сейчас идет вот это вот стройка наше начало наше движение вот поэтому немножко вам расскажу вот как как мы видели хотя я говорю еще раз что у нас телефоны были забраны поэтому что-то видео есть то который снимал видео оператор есть видео есть фото который снимал фото оператор вот сейчас я накомпоновал и вам показано туда при подъезде опять-таки видите вот это вот это это технопарк серти и вот этот инновационный парк шаржем вот прекрасное там здание это где видно уже такие конференц-залы и в таком же стиле у нас наши анкерные опоры вот которые тоже могут быть как в будущем как станции да как вокзалы вот поэтому это очень все красиво очень завораживает и когда ты подъезжаешь вот тут вот такая надпись вот видите вот знак ассерти парка это написано start your business and innovation и и на ведь хир да то есть здесь может стартовать ваш бизнес и старт вашего бизнесе инновации здесь вот такой вот слоган да вот далее это все в тоже было в процессе для когда уже пересмотрел видео вот поймал вот такая видите вот тоже уже все тут сделано плиточка положено асфальт положено разметка да вот наша вот это вот прекрасная четвертая трасса она тоже натянута флаги натянута в общем все уже вот просто бит такой фешенебельный все становится с каждым разом все лучше и лучше вот и вот тоже видео взял кусочек вот те вьетнамцы которую первый раз приехали вы видите но за человек он действительно это вот не просто выловил я кадр да а вот там где-то секунд 15 у нас есть это видео и вот он вот так вот замер и вот он практически вот так удивленно это смотрят действительно потому что возможно но не ожидали люди которые особенно первый раз что вот такой уже масштабное строительство и так далее кому нравится эта фотография поставьте пожалуйста восклицательные знаки потому что я например когда еще смотришь это видео действительно вот смотри что человек действительно вот он замер и его видео режиссер видеооператор поймал таком вот интересном образе но дальше подходит подъезжаем да опять это длится довольно таки долго вы знаете трасса два с полной километра вот он тут еще какие-то работы ведутся и вот тоже вот выловили видите написанную sky тест и сертификация центр то есть вот кто там говорит что это есть что это нет все строится все делается когда люди вот почему так долго почему то почему все действительно это не быстро но и опять таки это такая махина которую действительно сколько нужно всего знать сколько уметь и анатолий эдуардович действительно делает огромнейшую работу его команда там да но дело в том что арабы не привыкли как мы бы суетиться все у них есть и определенные праздники у них есть вот это вот спокойствие размеренность они скажут сегодня то есть скажут через час придут вечером скажут вечером придут через на на завтра скажу завтра приду через неделю и вот так вот движется и сам олег зарезки я уже раз это говорил что тоже давайте после рамадана допустим январе да когда рамадана рамадан в апреле батюшки мы как же тогда это что чего ну чего торопиться вот поэтому сейчас как только что то мы делаем сделали промежуточные опоры тут же подаем заявку чтобы сертифицировать даже во время строительства натянули тут же подали за сертифицирование потому что если это все затянуть и сделать все а потом дать эту сертификацию то это может могут пройти даже не не месяцы а годы поэтому все осознание того что это нужно действовать скажем так во времени соблюдая все сроки вот те которые можно выжить и вот в арабской стране антолий дуарыч старается это все делать и делает ну вот мы подъезжаем тоже вы видите вот эту картинку уже неоднократно да вот тоже мы подъезжали вот сняли видео тоже очень дерево этом всегда но радует что там кажется вот этот вот этот песок который там он вообще страшно да тут вот видите все растет все благоухает вот и вот какой сейчас дом да вот я вам просто рассказал что мне нету фотографии но посмотрите это уже просто зеленый какой-то холм такой получился да вот и для тех кто не скажем так хочет сравнить как это было я вот такой вот что было в прошлый раз вот когда мы подъезжали видите вот он был еще практически весь как мы видим да начинала тут расти ну вот видите как как сейчас это все да то есть практически уже полностью он зарос зеленью как антолий дуальчике что это будет зеленый ковер такой который будет спасать от этой вот знойной жары вот поэтому все это действительно растет развивается вот видите полтора года назад и вот какой сейчас также внутри вот это вот все то только начинала расти а вот мы уже идем по вот этому коридорчику тут тоже все прохладно все хорошо при том тут нет кондиционеров чтобы вы понимали да тут просто вот такой вот коридор который полностью в зеленом ковре поэтому там до чувствуется скажем так что тепло там жары такой нету знойный когда вы там уже не знаете куда деться вот ну и когда вот мы тоже зашли вот наш этот нулевой километр у нас есть вы знаете в беларуси и вот но есть нулевой километр шаржи вот это вот сама шаржа значок ее на земном шарике да она из золота и поэтому просто растерли там даже что-то оставалось на руке вот но сейчас мы кричали его тут мы уже кричали юска и запускаем уже эту речевку выучили вот нас несколько раз просили поэтому это тоже кадр с видео уже было весело нам интересно на нас просили сверху снизу отсюда оттуда снимали в общем то как только будет скажем так и сделаю я видеоролик вы это все увидите и услышите также там плавают прекрасные рыбки они не маленькие просто ну предпоставлять такой относительно небольшой скажем так фонтанчик бассейнчик но рыбки там да такие там скажем так сантиметров по 30-40 плавают такие вот да вот но вот такой шатер это когда вы проходите вот эко дом дальше тоже коридорчик вот этот шатер тоже что ничего там там очень тоже комфортно там конечно стоит кондиционер и все это но само по себе вот такое очень прекрасное такое помещение она действительно как-то так вот воздушные смотрится очень такое торжественное я бы сказал мне очень нравится в этом помещении вот стоит наш юни флэш там вот такой он постоянно там до находится и в общем то является конечно же и украшением и в то же время таким главным атрибутом конечно же нас встретили сразу кофе-чай печенье печенюшки всякие там это самое потом был конечно обед но в целом я говорю вот знаете забота о каждом партнере и водичку дали и пожалуйста и кофе вот и чай и какие-то печеньки и так далее и так далее в общем то хотя я говорю все были после завтрака ну все равно очень приятно очень приятно вот но и тоже началась фотосессии как-то вот все кинулись потому что это еще мы только приехали стали знакомиться смотреть кто-то знает кого-то минут решили тут тоже команда латинской америки достала флаги вы знаете вот это моя сестра наталья вот это вот аня тоже когда-то мы с алексеем но умовичем начинали тоже вот предложили алексею суходоеву что у нас есть партнеры которые говорят по-русски но и соответственно знают испанский и была очень такая встреча напряженная вот но в результате видите вот такой регион огромный очень интересный большой очень такой любвеобильный они очень вообще вот эти вот видите вот эльмер он действительно он но его все там полюбили анатолий дарич ему даже в конце еще спешил такой подарок под сделал как-то я не знаю вот эльмер тоже олицетворение такого знаете добряка можно так сказать да вот но очень приятно с этими людьми встречаться видится ну и конечно же наши лидеры это алексей суходоев и евгений кудряшов тоже они присоединились нам вот видите все-таки мы тут тоже это тоже из что-то кричали что-то говорили вот ну в общем весело вот но опять-таки поддерживая нашу ольгу который сейчас находится в доминикане с большими надеждами ждем поэтому вот наташа тоже держит ее флаг доминиканы вот мне дала свой испанский в общем то тут мы все тут друг друг за друга и конечно же очень и очень скажем так были рады вот тому что мы тут вот такой дружной команды мы тут в общем то представляем вообще вот всю вот эту вот латинскую америку там ну вот эльмер видите он тоже такой вот артист можно сказать да вот тут уже видите очки дел в виде сердечек да такой вот очень тоже но он очень такой позитивный и он еще работал тогда когда еще даже не было испанского языка на значит вот в кабинете да вот он сам бедненький переводил не знаю как он там это переводил он рассказывал что да было тяжело ему не верили ему крутили виска его там родные под не поддерживали ну в принципе история очень известна вот сейчас он конечно купается вот таких вот лучах славы можно сказать да его тоже там очень ценят в его стране он из колумбии вот и в принципе вы знаете вот это говорит о том что вот это тоже упёртость и такая вот и в то же время он очень добрый человек да вот очень приятно и вот я не знаю к сожалению испанского но всегда мы видимся обнимаемся дожелаем друг другу хорошего дня хороших успехов больших успехов и он тоже когда мы были на яхте он тоже сказал пару слов на испанском языке поэтому это тоже мне будет интересно когда я вам это все запишу потому что в основном на русском говорят этот раз эльмер на испанском но все понятно потому что мы все друг другу желаем успеха развития нашего проекта вот ну и конечно же на него вот тут у нас тоже была фотосессия тут видите вот уже и вьетнамские киргизы киргизы присоединились в общем международная команда это всегда очень интересно весело не знаешь куда смотреть какую сторону какую камеру и на телефоны снимает и на камеры снимают вот поэтому не всегда знаешь но вот эльмер тут тоже очень интересный кадр я тоже взял да когда с ним хочет познакомиться вьетнамка и привет как тебя зовут там все в образе вот и такой мачо но видите вот сколько иногда кадров бывают такие которые вот выхватываешь вид на колумбия pictures не представляет можно так сказать но потом они подружились ну опять таки вот и там цевите вьетнамцы кстати хочу отметить если мы знаем что уже была жара что мы там уже были вы там и надо по песку ходить будет и надо будет там возможно улице стоять мы там оделись так попроще чтобы там где-то капюшон и где-то то ведь танцы в этот раз приехали не вообще поразились своим значит нарядом у них был просто вечерний видеть девушка в длинном вообще стоит платье то есть это она не там переделался не так приехали они реально вот это вот для них это такое торжество огромное хотя мы как-то нам сказали что у нас вот именно костюмы мы будем на разванном уже никогда и так далее ну вот они для них это такое торжество это действительно вот встреча действительно с с основателем до компании с анатоли дарычами низким с инженером мира поэтому они конечно вот и потрясли меня тем что они вот настолько вышкалены были все я был во вьетнаме все время там люди какие относительно простые скажем так ну вы сами иногда вы смотрите видели как ездите на этих мопедах там этих масках все как-то так одеты а тут вот действительно они очень поразили и конечно же задали планку на будущее что конечно же даже на такие мероприятия если там будет на улице и жара все равно то скажем так надо соблюдать определенный дресс-код хотя я говорю условий таких не было именно в этих на парке вот ну молодцы ну далее мы на вьетнамцы пошли нас разделили вьетнамцы не вьетнамцы нас назвали то есть вот мы поднялись здесь уже в этом же эко доме тоже то на второй этаж там там большого и довольно-таки площадка она такая по кругу вы знаете сам дом 90 на 90 вот то есть 30 на 30 метров 900 квадратных метров поэтому площадка такая вот тоже по кругу по квадрату мы ходили смотрели очень интересно все это наблюдать с высоты вот и видеть как строится нас кстати водила в этот раз дарья вы ее знаете по дайджестом видео дайджестом когда она читает вот очень грамотно информированная девушка вот специалист все отвечала шутила тоже когда задавали какие-то каверзные вопросы на год это к анатолию дарычу мы подкалывали что вот нам сейчас скажите а мы потом скажем что нам уже все дарья рассказала ну в общем то да она сейчас москву вот именно в командировке там находится вот и говорил что тоже скучает тоже по дому хотя в то же время очень интересно здесь находиться поэтому все дайджесты что еще шли они но и знаете она интервью вала тоже анатолий дардович а в общем работает и очень профессионально выполняет все свои скажем так обязанности и дает очень грамотные ответы вот ну вот было тоже много вопросов не задавали смотрели очень было интересно ну вот такой вид с высоты видите тут еще доделывалось там что-то да вот вторая трасса и вторая как она называется да то есть санта-барбара она готовится скажем так тоже к свое время ждут вот эти вот когда закончат именно четвертую трассу перейдут ко второй трассе поэтому здесь будет как анатолий дарыч уже сказал на санта-барбаре будет два вида транспорта на весной под весной и возможно здесь и будет вот это вот скоростная трасса где будет двигаться наш юний flash со скоростью 500 километров в час но пока это еще скажем так в планах но четвертый трасс уже вот на видите практически готовы и ждут только 25 местный юнибус который сейчас двигается по направлению шаржа то есть да кстати вот смотрите тоже я обратил внимание записал даже как называется район то есть вот эти вот домики сейчас данный момент строится это новый район в шарже именно жилой район никакого отношения он к парку не имеет но в то же время это вот как я сейчас живу недалеко от мариной горькой от камин на каменной горке да и тут у нас жданович и тоже вот так же там застроился целый район и вот даже знаете надо такое желание возникло не купить ли там как бы квартир куда получается что вот любоваться смотрите ну вот такие вот то есть кто был там киргизы так сказали его надо тут подумать да вот такие вот интересные вещи но видите строится тоже очень активно поэтому там не пустыне где вот непонятно где ваш там этот серти парк вот нет он строится ведь этот застраивается и действительно так как здесь будет транспорт гипотетически это будет этот раз подходить по всей шарже транспорт и струнный транспорт поэтому эти люди и будут пользоваться именно транспортом юницкого поэтому очень здорово что это видите все тут одновременно все строится и желая застройка и тех техно парк и развитие технологий все в общем то идет строительство полным входом очень здорово хотя далеко не небоскропа просто обыкновенная застройка ну вот тоже мы тут я говорю вот на фотографии не так это передается когда ты смотришь воочию когда вот это вот это вот струна она действительно впечатляет реально я думаю что это будет вообще фантастика когда по ней будет двигаться именно либо и не контей любого типе местными юнибус это будет очень здорово но в общем то фотография передает то что она передает вот нам было здорово весело интересно я говорю что меня очень поразило именно вот это вот натянутая трасса как струна но когда мы спустились как раз олег зарецкий подъехал тоже очень интересно мы с ним побеседовали конечно же все его очень знают любит кто-то первый раз видит кто-то уже там не первый раз видит мы с алексеем новомовичем видели даже его и в минске мы встречались когда он приезжал сюда на лен и совещание поэтому у нас скажем так уже можно сказать мы довольно плотно общаемся даже из телефоны вот и скажем так какие то там вопросы можно решить даже напрямую вот ну в общем интересно было беседа поговорили вот тут тоже он очень много интересного рассказал о планах скажем так ну видно что человек горит вот этим вот да очень прям на своем месте находится и очень много уже понимает он за это время разобрался что как и чего и где и поэтому конечно есть есть успехи когда уже несколько раз лично его приглашали там вообще на какие-то определенные симпозиумы потрат по развитию транспорта вы знаете очень много едет и какие-то вопросы он решает уже без анатолий эдуардовича но конечно советую с ним да ну в принципе я говорю вот такой вот по всему он отвечает именно за адресные проекты поэтому что-то он нам рассказал что-то ну что скажем так сейчас выходит новость а кто выходит что не выходит того как бы мы ждем новостей потому что не всегда и все можно скажем так озвучивать но где-то хочу сказать что все настолько скажем так близко к осуществлению что конечно же нам хочется стоит боже было вот скажите нам сейчас но как она только часам сказал что он подписывает первую очередь бумагу они разглашение потому что сейчас в мире настолько неспокойно что никто не хочет заранее брать на себя вот эти вот какие-то на скажем так хейтерские статьи чтобы про кого-то что-то писали оскорбляли и так далее чтобы не вот поэтому люди стараются молчать хочешь сделать скажем так хочется осуществить дело молчи да вот поэтому в основном об этих проектах молчат но было интересно опять побеседовать вот олегом марковичем да и вот видите тоже фотография на память очень очень и очень здорово и интересно далее мы пошли на на станцию тоже там было видео мы шли вот ну и на станции уже там тоже есть литературы много там ну интерьер вы немножко видели да вот я тоже полистал тут немножко попал тоже в кадр вот и мы вообще все вот вместе вот наша команда то есть те кто пришли вот мы старались возле юникара вот дальше получается здесь ну ходили смотрели у нас по четыре человека у нас ездила да вот то есть каждый раз отправила четыре человека вот и таким образом мы остались стал он бегом с нами осталось еще помощница вот ириши как камила и скажем так сам оператор поэтому вот мы стал он бегом он с киргизии я беларусь и вот мы так шли говори олег таланбек беларусь киргизия и узкой запускай вот такие мы слова говорили поэтому я уже озвучил видео да вот но потом мы прошли вот вот этот транспорт таланбек меня как знаете я я себя представила честно говоря космонавтом да и на байконуре потому что он бег он тоже такой большой да вот он но это не казахстан киргизстан но все равно гонать ощущениями заходи в капсулу да вот как космонавты мы сидим только что нам не хватало в дозе костюмов да в общем-то идут и космонавты в этих вот уже в скафандрах мы без скафандров это очень здорово что нам не надо одевать скафандры что мы в этом транспорте но вообще ощущение очень здоровская такой вот ну и я в прошлый раз ездил с сестрой наташи и они вот а здесь ну и не посидел в этом замечательном кресле но когда мы двинулись конечно мы тоже сели вот эти вот vip кресла который когда-то здесь сидел наши их шаржи и анатолий дарыч очень комфортно сразу могу сказать да очень здорово единственное что я всегда говорю да вот я уже езжу не первый раз что это очень коротко то есть ты вот сел вот хочешь насладиться вот это хочется этой скорости до какой же называется русский любит быстро и вот но так как всего 800 метров то есть она вот разгоняется вот да это первое скажем так промежуточная пора проходит и вот как-то ну все равно скорость конечно не то чтобы там такую почувствовал да вот этого чтобы дух захватила но все равно вот это вот плавность это вот комфорт это мягкость да это прекрасный салон да то есть комфортабельный и он дорогой салон да вот это вот любовь будешь это из окна вот смотришь да тут есть кадр с другого да вот когда там ты смотришь там на эту жару как-то под тобой пролетает вот другой кадр езда когда мы проезжали тоже там то есть это видите с высоты такого как и непонятно и и не самолет и в то же время да то есть опять таки париж это очень здорово париж в воздухе и ощущение конечно очень приятно и хочется чтобы это уже было вот трасса длинный чтобы ты уже ехал спокойно я думаю что конечно же вот это тоже надо это огромное преимущество когда ты вот любишься но все мы любим смотреть сюда садимся в поезд и смотрим вот когда там едет тук-тук-тук-тук тут никакого тут ух не туда ты едешь просто тебе комфортно тебе хорошо то есть ты понимаешь что это все автоматизировано здорово поэтому я хочу сказать что и те кто ездил здесь беларусь у нас все-таки беларуси еще бы такие были первые тетрадь да то там совсем другой уже комфорт как-то вот по другому то есть там уже сделано как бы скажем так основательно да то есть полностью здесь у нас тоже хорошо сделал но там уже пятого поколения поэтому совсем другая амортизация совсем другое вот это вот ощущение более высокой помните вот этот наш мини-бус у нас едет более низко там да вот поэтому но вообще здоровские ощущения и как я говорю нельзя сказать что такое борщ по телефону поэтому ну я просто знаю что многие из вас знают как это возможно ездили поэтому но здорово скажу так надо конечно в любом случае проехаться самому вот ну и когда выходишь когда получаешь вот это очень быстро все это произошло мы успели там несколько фраз сказать таланбек на киргизском я на русском и вот поделились вот но потом тоже решили что раз у нас еще есть время нам сказали можно побыть еще не бежать еще не все готово там для обеда вот и мы с удовольствием дали еще вот интервью для наших подписчиков да вот значит аня наташа и эльми рассказали на испанском языке я сказал ну то есть потом тоже вот все сфотографировались вот потом решили счет вот я рассказал там что но посчитал нужным потом таланбек сказал вот потом мы вообще еще решили вот втроем тоже дать такое интервью нашим подписчикам до для как вот как ощущение в общем все это скажем так я вам рассказываю но к сожалению видео я не могу поставить поэтому могу сказать что только конечно же это все было восхищенные отзывы интерес что наташа тоже благодарила судьбу за то что она именно пришла в этот проект вот и вы знаете что на 15 лет работал на фабрике где вставала там в четыре утра там и были в две в три смены железном сапогах каких-то там делана а сейчас конечно ее жизнь изменилась но и аня сказал о том что действительно этот транспорт он не только объединяет в общем-то прогрессивных людей это транспорт который нужен всем и вот действительно объединяет и города и континенты и конечно людей которые сильно по всему миру наверное будут очень счастливы если в каждой стране стране в каждом городе будет такой вот транспорт ну и когда мы вернулись мы пообедали а потом конечно же вот встреча с основателем до анатолий дарт ищем юницким все были просто счастливы увидеть очень долго тоже аплодировали анатолий дарыч всегда купается в этих аплодисментах в его просто стою всегда приветствуют благодарят и конечно же те люди которые возможно ну не очень радуется то что это как бы они считают что это затянулось это все я понимаю что да наверное компания думает о том что конечно же хочется эти сроки сдвинуть но поверьте мне сам лично анатолий дарич он делает очень много для того чтобы это быстрее все запустить понимаете ну скажем так возможно будет какое-то решение вот что-то может быть там решится может быть какой-то будет для тех людей которым очень нужны деньги это будет тоже принято решение для тех кто действительно инвестировала и будет ждать конечно это будет совсем другие деньги в общем то но я говорю вопросов те вопросы которые мы задавали они тоже все касались и проектов и скажем так развитие вообще шарджа в других странах вот на на что он только что все работает и делается поверьте мне очень много делается поэтому сами заказчики только объявит о том что можно говорить тогда вы все об этом узнаете поэтому я тоже говорю что было очень много интересных сказать видите как все с интересом слушают записывают аплодируют вот было очень и очень интересно и было много вопросов конечно переводили вот наш руководство видите даже денис юницкий очень внимательно слушает да вот евгений кудряшов алексей суходой все мы там присутствовали все слушали все задавали вопросы вот я тоже задал вопрос как вы знаете тоже про 15 этап потому что сейчас пока еще вот алексей суходоев не уступал я тоже ждал его выступление наверное готовится какая-то еще информация потому что опять таки еще вы есть информация которую вы тоже в ближайшее время узнаете там и наверное вам тоже будет интересно ну скажем так когда это придет вся информация она будет довольно плотная и насыщенная и поэтому наверное вот перенесли это либо на следующей неделе либо на это еще в общем то есть время в среду может быть алексей суходоев выступит поэтому тоже следите за новостями и будем смотреть и слушать что скажет руководство вот я задал вопрос про 13 значит этот самый да про 15 этап вот и анатолий дурач ответил еще раз повторю что 15 этап требует 300 миллионов долларов для полномасштабного запуска этого проекта поэтому мы как инвесторы инвестируем но вы понимаете что это огромные деньги и если придут инвесторы крупные то соответственно тот процент который мы с вами выплатим именно вот на 15 этап он будет распределяться уже вот эти акции будет возможно это будет как-то разделение этого 15 этап отдельно возможно придут такие инвесторы которые сразу закроют 15 этап поэтому вот такой вопрос у меня был и я скажем так получил у него исчерпывающий ответ и хочу сказать что за него тоже получил вот награду тут за меня вот скажем так ну и по телатору сложенный вопрос интересовала наталью интересовал таланбек вот и получил вот за это как вы знаете вот эту награду книгу да вот от анатолия эдуардовича ну там был несколько претендентов вот то есть несколько было участников которые и вот значит я получил этот вот книгу тоже очень благодарен это конечно эмоции совсем другие нежели сейчас я вас к выказываю да ну наверное как-то это меня сдерживает потому что в принципе все равно все ждут когда 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 вот поэтому всем мы с вами наверное откладывать такой отпечаток что действительно награды это интересно и в любом случае очень сам вот я чувствую что он очень и очень хочет чтобы это все скажем так быстрее заработала чтобы люди которые особенно вначале инвестировали да они получили тоже свои уже инвестиции свои денежки которые вот уже скажем так которые начали уже работать поэтому в этом плане все движется до поздравили мне все очень благодарен книгу я в прошлый раз показывал да вот ну и потом были фотографии опять-таки я держу этот флаг доминиканы потому что я скажем так думаю о ольге сестре тоже там она была занята в это время не приехала но в общем то и там тоже ведется очень плотно работа в латинской америке в частности доминикане поэтому вот такие вот вещи да не мог не 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 поддержать флаг доминиканы вот тут тоже фотографию тут мы опираемся на струны да и да действительно это просто канаты там вот такой примерно канат он ну как я так представляю как вот он допустим когда на тянут вот допустим канатную дорогу да а этих канатов и не знаю там штук 20 наверное вот мы на них оперлись тоже там они очень тяжелые они на таких поставок на такой подставки стоят да вот и вот видите вот просто продемонстрируем как это действительно что находится внутри этого полого рельса да то есть вот поэтому вот мы тоже так вот расположились и сделали фотографию но опять-таки были потом опять было поздравление уже вручали не книги уже вручали такие вот журналы да тоже по технологии тоже были стать мне спросили там книга на английском языке да вот журнал вот кто на русском на русском но у меня есть английское издание если русское издание поэтому можно все прочитать но в общем-то очень международное издание тоже очень интересно потому что там ну опять таки говорю надо знать и тот и тот другие языки всегда можно партнером показать из других стран что ты хочешь ну опять таки вот наталья был ну всем были вручены по порядочку шли вот и вручали и поэтому конечно же очень вот это вот вот эти эмоции их нельзя видите вот ну наверное наверное это надо прочувствовать но скажем так было здорово вот видите анатолий дарыч очень прекрасно выглядит статьи он действительно я просто разговор что он очень такой поджар и стал вот как-то даже вот по стране вытянулся как-то даже не казалось выше стал да ну вот такое ощущение но он подбирай скажу что он очень следит за здоровьем потому что в арабской стране очень легко набрать вес скажем так жара и так далее поэтому очень слит и вот видите что в прекрасном настроении находился духа да и вот тоже и алексей и евгений тоже скажем так с хорошим настроением то есть у нас ждут очень интересно нас планы поэтому ждите анонсу да вот дальше вот эта фотография тоже но конечно сложно вам возможно угадать но я вот эта фотография тоже продумал я говорю что действительно я когда вернулся вот так я думаю боже мой я сделал все даже больше да вот на этой встрече вот действительно вот смотрите чем это интересно фотография значит стоит зарецкий олег да далее стоит олег тарасов а это тарасов сергей поэтому нас получилось 2 тарасовых и 2 олега вот и скажем тогда вот таким вот образом и я как бы объединил этих людей один скажем так олег который глава по развитию трус струнного транспорта и сергей тарасов он сейчас глава вот именно здесь в серти парке вот такая вот фотография и я не мечтал и когда я рассказал вот этим мужам до что мне такая есть идея они согласились и сказали конечно конечно сами самим очень понравилось но если вам это тоже понравилось поставьте пожалуйста десяточки вот мне тоже было это интересно и слава богу что осуществили потому что нам долго не выслали вообще фотографии думаю будет не будет но в общем-то эта фотография моя да спасибо зашла в общем получилась вот такая фотография тоже было одной из моих мечт но дальше опять таки говорю когда вот это все прошло было очень здорово очень эмоционально было все вопросы ответ и так далее потом нас привезли значит вот к этой вот танкерной опоре и потом он тоже приехал вместе с денисом и опять такими пальцев торопиться бить и вот в общем-то от него от антони вообще не отходит люди особенно вьетнамцы вьетнамки да они просто вот его окружили там было очень вот мы шли постоянно возле него там просто ну знаете как как рок-звезда то есть вот просто к нему все и так и так и там фотографии было очень много я конечно мамы все не могу показать но я в целом хочу сказать что это действительно очень было эмоционально понимаете на то есть со всеми улыбался вот я говорю со всеми разговаривал где-то через переводчик где-то напрямую в общем то ну наверное вот знаете вот это вот любовь который конечно данный момент вот люди выразили ему свою любовь и уважение наверное вот это вот то что возможно не хватает потому что понимаете когда человек понимает что где-то идет задержка где-то идет так но когда он понимает что очень многие люди ждут к да вот это очень тяжело и вот в данном случае вот это наверное та любовь это поддержка которая была сейчас оказана она действительно вот помогла анталью дуар еще немножко вот ну скажем так порадоваться тоже что но не все не все хейтеры не все скажем так люди которые просто вот уже там обижают и так далее то есть он делает по максимуму до его команда делает по максимуму видите все красиво все делается все травка растет струны натягиваются сейчас придет 25 местные юнибус который действительно должен может прийти к нашему приезду но в связи вообще вот с это вот вообще все обстановка пошел очень длинным путем но надеюсь что это как только он придет он сертифицируется и дальше пойдет дальше родить уже гораздо быстрее нежели сейчас поэтому что это уже все скажем так транспорт который может уже работать пожалуйста по всей шарше вот ну опять таки вот фотографии с видео и так далее все очень эмоционально очень весело здорово да и тут вот с девушками все давайте все девушки сюда вот вьетнамки собрались там и не вьетнамки да там в общем то ну тут просто вот просто было постоянно и вот тоже интересно фотографии вот наташа сани тоже тут стратируется автарафировать а я что же все расчет дума где же я делся да ну и вот тут и одна фотография вот и вторая фотография вот такая ведь идут уже скажем так вся любовь да да вот думал где же я вроде бы а потом покажется вода на видите вот я тут внизу пока я тут внизу пристраивался в общем-то фотограф нашел тот кадр который скажем так как от который больше запал поэтому вот это вот фотография уже все-таки мне дали что я тут все-таки был присутствовал скажем так это наташа давайте мы команды свои вот мы свои команды команды но вот видите я очень рад что конечно вот эти фотографии они и вот фотографии предыдущие конечно вот в это время то тоже позировал вот ну анатолий дальше очень-то счастливый да видите веселый поэтому я в этом плане ему скажем так прощаю разрешаю так далее ну и конечно же был ужин вот этот вот который скажем так был приз приз при свечах и так далее вот поэтому все я вам уже про него рассказывал было очень весело до вручали запятки подарки вручались скажем так значки от руководства все было замечательно яхта которая действительно тоже скажем так была предоставлена в подарок нам да вот ну я уже рассказывал о том что руководство тоже очень постаралась прекрасные виды прекрасная яхта на будут прекрасные значит зависла прекрасная команда наша и в целом получается куча положительных эмоций вот я сейчас тогда хочу закончить и sky запускали лёш выходе на связь вот и вот эту sky запускай мы сейчас вернемся потому что у меня жена стоит по дверью дети так они открыли дверь сейчас я вернусь секунду далее что вышел вот но все все занимаются своими делами двое детей но мне не открыли же не дверь стояла по дверью поэтому пришлось немножко оторваться вот и вот это вот и sky запускай опять таки игру в прошлый раз ты лёша хорошо сказал да тоже поддержал в общем-то да он очень хорошо зашел и мы все теперь кричим говорим вот и иностранцы русские все понимают видите если тут читать даже по если писать латинскими буквами так тоже sky в конце да то есть можно вот так вот сказать что даже не не низкой а ю sky получается узкой вот так что ну да уже как раз был стройской вы спасай планету был какой-то лозунг все время такой веселый вот когда его перестал быть чего-то не хватало чего-то не хватало поэтому мы все когда вот кричали даст кричалки эти есть они везде есть и в общем-то он легко получается заходит всем так что вот такие дела но я сегодня про другие новости и сказал лёш уже тебе в следующий раз будет легче немножко да то есть и там расскажет про новости потому что продолжают дальше ездить и скажем так другие делегации и действительно не останавливаться работа не на час постоянно вот сейчас опять вышли новости до что там и одна делегация приехала другая приехал и в это же время мы тоже ждем новостей из других регионов поэтому вот это вот запускай она действительно запускается просто скажем так те люди которые скажем так не так следят то кажется что вроде работы стоит на самом деле каждый день идет каждый час движется каждый раз звонки вот я тоже переписывался и скажем так сестрами вот и все в общем то все все движется поэтому ждем ждем и эти новости конечно будут очень здоровски еще целых 12 минут у нас ну я мне казалось что скажем так 90 слайдов да вот я действительно может быть может может давайте вопросы кто-то позадает какие-то может быть что-то вот еще потому что я еще раз говорю что здесь невозможно это все ну скажем так тем более видео не туда если мы просто раз упробовали мы видео запускали да но у меня почему-то тоже не не грузится ничего и так он крутится и крутится и все и пробовал не запускается вот поэтому уже возможно у кого-то есть какие-то вопросы может быть ты нам скажешь что-то по трассе рыбака может быть может тоже будем готовиться но фотографии уже начали появляться до 1 как бы не первые а уже такие основательные на уже были близкие к запуску да вот так и узкая запускает так что мы будем кричать уже здесь наверно в марте да возможно будет очень богат на на всякие запуски поэтому ну по крайней мере весна так точно там март или апрель это будет посмотрим на который даже дочь любит делать все подарки дню рождения да кстати на это же подумал о том что мы что-нибудь или экофест или запуск трассы или что им решение будет интересное здорово тебе комплимент ответили в чате живо красивый излагаешь олег спасибо за комплимент да ну в общем но опять таки хочу сказать что возможно где-то понимаете нельзя все эмоции передать я грудь я прям даже вот с одной стороны даже благодарен что нас забрали вот эти телефоны да потому что ты мог наблюдать со стороны как люди вообще реагируют да когда вот допустим леонид вот молодой парень совершенно до который вот пришел увидел сейчас мама его тоже активно работает вот они с узбекистана вот он сам занимался развитием памяти такой мальчик активный все и все и вот он когда анатолий дурадыч увидел конечно вот анатолий дурадыч по и вы живой если бы мы в общем то наверное каждый был со своим телефоном снимали мы бы это просто не видели а так тебя забрали эту игрушку до из рук вот и ты уже скажем так смотришь уже в жизни посмотришь на других людей вот наблюдаешь и удивляешься свой это как говорится вот просто очень много людей да очень много вот этих вот энергии да но которые когда зашел она все соединилась в едино стали внимательно слушать конечно же очень здорово что мы понимаем и говорим на русском языке а потому что когда вот какие-то там фразы из фильмов да какие-то все иногда даже переводчик не мог справиться допустим когда вы сказали а скажите какие вот конкретно проекты данную ты как уже до явки пароли там да и вот что явки пароли вам да все и переводчик растерялся какие явки пароли куда и куда это приснуть и так далее да то есть вот он долго поэтому от удач перешел на скажем так на более простой язык и простыми словами уже объяснил что все заинтересованные скажем так заказчики они именно тоже против оглашения до до того момента пока это все не скажем так не будет уже серьезно запущенному ну ли там пока не за поэтому вот такие вот вещи но в целом еще раз говорю что лёш ну и сегодня кстати подумал о том что когда-то в 2019 году это был у нас экофест а потом было большое мероприятие skyward комьюнити и на который я не смог попасть потому что во первых я не был скажем так не было даже денег скажем тогда во первых да не было денег потому что нам билет стоит 50 долларов насколько я помню так говорю второе я и конечно не был никакого меня не было статуса не было вообще про меня никто не знал вот и единственное что ты тогда мне скажем так как ты мне помог ты мне устроил встречу с алексеем суходоевым да и вот когда если 7 сходу им поговорил он так обратил внимание какое-то да там сказал что да да возможно там давай развивает так далее все какую ну в общем то хотя у меня тогда была другая работа я по найму пошел работать то время да и вот встреча с алексеем суходоевым состоялась так и когда после этой встречи мы с тобой разговаривать из коллег я тебя вижу на вот что ты будешь уже там через год и там уже будешь вот стоять на на вот этом месте где-то мы стояли в минске в двадцатом году начался к вид да то есть скажем так да то есть перенесла встречу потом вот это вот шаржа получается действительно вот с тех пор я говорю я настолько вот был ну как это можно через год куда-то там уже вылезти и так далее сюда ну вот и вот оказалось что она не просто так а вот я уже получается победил в одном золотом туре потом в другом золотом туре в доминикану тур победил нудиста билет очень дорогой оказался до 3000 долларов в связи с этой вот со спецоперации да все взлетела хотя путевки бой можно было купить и за 700 до 800 долларов свое время нас люди летали не сложилось но опять таки я говорю что сложилось совсем другое что я и близко даже не мог представить где я сейчас вот уже сколько раз бывал и уже вишь и уже и скажем так много у нас сейчас и скажем стал и комьюнити менеджеры да и ну я не то что я хвалюсь ребят я вообще вот хочу вам сказать о том что вот эти все скажем так то есть я нет не побоялся слушай услышать лёшу да и в общем то стал целенаправленно идти к тому что о чем не сказал алексей да может там быть любой вот поэтому мне очень радостно что не только я один пришел но мои сестры туда пришли да кроме того и мои сестры сейчас меня обогнали они уже стали экспертами ольга в шаге от топ-эксперта да вот и кроме того ольга ведет такую огромную деятельность там что она уже в общем-то стала там чуть ли не человеком вот это вот доминиканы да то есть от юнеско там она настолько вот настолько и этот проект захватил и поэтому вот это вот юска и запускай о он действительно запускает такие меняет так жизнь людей и запускает настолько водопроекта внутренне да то есть я сравнить себя допустим нынешнего и допустим два-три года назад вообще это совершенно разные лектор асов и так далее поэтому алексей тебе тоже огромное спасибо за то что ты вот так вот скажем так очень спокойно тихо и скажем так но уверенно да вот пожелал мне такой удачи такого на запуска поэтому я тебя тоже за это очень благодарю спасибо юска и запускай олег олег skyxpert да что давай еще до пророчества до что вижу олега skyxpert и еще да вот ну я не знаю там скажем так благодаря вот этой вот большой команде который сейчас возникла латинской америки когда-то лёш сказал что вот там нужны опять инвестиции так далее вот мы с тобой тоже говорили о том что олег давай какую-то цель ставишь я груну лёша давай вот я миллион там долларов там ну смысле чтобы команды собрать да а ты говоришь ну я 10 а потом подумал нет чего-то мы мало с тобой давай ягод возьму 100 а ты скажем так а ты возьмешь 10 так вот лишь для метода миллион доказался очень много сейчас я думаю 8 марта раз будет этот миллион поэтому я тоже эту задачу выполнил уже да вот поэтому с нашей команды латинской америки вот мы уже практически там ну вот сейчас воли там должен зайти там пару крупных инвесторов в общем-то этот миллион уже ну как крупных там в общем-то там очень мало осталось буквально там менее и не знаю там менее одного процента осталось до миллиона вот эту задачу тоже я выполнил поэтому сейчас и действительно 10 миллионов это тогда будет этот опыт спирт иска эксперт да и вот это sky эксперт да и получается ее sky запуская наверное вот это вот все одно к этому идет поэтому мечтаете олег таланбек и ска и запускает олег таланбек и sky запускает он тоже говорит хвалится все время что он говорит я талант в моем слова в моем имени таланта данбек вот когда я говорю олег это в моем слове оле да оле 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 поэтому вот так мы с ним тоже такой веселый человек такой поэтому приятно встречаться с такими людьми вот и надеюсь что наша команда вот этих вот таких активных партнеров она будет только расти и как только говорю извините это все я думаю что все вот эти вот хейтеры они конечно отпадут и даже сейчас читал недавно вот там кто-то говорил фейсбуке ой что вы там радуетесь там 25 местный там ну и что там подумаешь там ну так это же только начало потом да как только он под его поцепит как он только поедет понесется со скоростью 150 метров все сразу в этом просто будут масштабирование поэтому наверное в этом плане ну скажем так люди недопонимают что чтобы сделать что-то одно тот же компьютер да как сначала идет модель а потом эта вся модель просто масштабируется увеличивается множиться и просто уже становится соответственно уже все сейчас отрабатываются все технологии только что все это здорово все то что мы нашли пути как это поднимать или 300 тонн на высоту 15 метров до как это все делается закрепляется поэтому это все действительно очень и очень впечатляет поэтому остается видно что это все осуществимы притом не такими большими средствами которые могли бы быть то вот если бы это как-то там по-другому поэтому очень здорово что это все делается игру в меня лично очень сильно впечатляет когда вы смотришь на вот это вот громадину ты понимаешь что вот это вот 300 тонн и да ну вот висит как просто как такая но смотрится очень завораживающе и очень здорово вот лишь осталось буквально несколько секунд будет бить куранты до всех благодарю да кстати вот мы с тобой говорили про вот эти вода вечеринки там который был в девятнадцатом году потом от самой даже говорю зачитался нос потому наверное тогда вот я не выпил эту шампанского да вот наверное стоит все то таки уже скоро будем поднимать и думаю что к очередному где рождены то ли удар до вечера в наверно будет очень и очень много хороших новостей так что пожелаем именно это во всей нашей команде хорошо ну все тогда да да дорогие друзья спасибо вам за ваши комментарии спасибо за скажем так за то что присутствует до нас немного кстати могу немножко расстроить что возможно эти эфиры потом уберут где-то через месяц да ну будем как-то выходить может зум переходить так далее смотреть там да лишь если там что-нибудь придумаем это так что мы с вами не прощаемся мы просто говорим до новых встреч так что встречу понедельник уже будем новости уже алексей нам расскажет о новостях уже непосредственно которые сейчас за это время произойдут все пока пока спасибо всем до свидания пока пока